Приветствую вас, значит, автора вопроса зовут Евгения, описывает она ситуацию, при которой у нее появилось отвращение к парню, вот, она говорит, что сильное, вот, поцелуи, объятия, все раздражает, бесит, не понимаю, что именно, из-за чего, вот, и появился нейтралитет, мне пофиг, мало эмоций рядом с ним, не понимаю, откуда это взялось, это, честно, меня это пугает, что делать, или хотя бы разъясните, откуда это могло взяться, но, как бы, что делать, вопрос, что делать, я бы, конечно, как бы, ну, ответил бы на этот вопрос, что самым лучшим решением было бы, на психотерапию, обратиться, потому что, божественно, с парнем, вместе, не вместе, вот, там, что, это, ну, это был бы самый эффективный способ, вам, как-то, помочь, вот, чтобы не гадать, вот, максимально, чтобы не, ну, какой-то, вот, от себя не нести, да, а чтобы, вот, чисто, работать, ну, непосредственно, вот, с теми, условно говоря, данными, да, которые, ну, есть, как бы, по факту, вот, а не, там, гадать, это, если говорить о том, значит, что вам делать, вот, просто такой, самый хороший, самый оптимальный вариант, был бы для вас, как мне кажется, вот, а, что касается, того, откуда это взялось, и почему это взялось, то, смотрите, раздражение, злость, и последующий перфигизм, это, ваше отношение к личным границам своим, вот, ваши личные границы, а, то, как вы к ним относитесь, и сами вы, вот это вот и есть, а, то, что происходит, то есть, вот, мой коллега, условно, да, ну, условно говоря, вам озвучил идею о том, что вы настолько сильно сблизились, да, как бы, что вот включили защитные механизмы, мне кажется, что, может быть, вы не настолько сильно прямо сблизились с точки зрения сближения, вот, хотя и это может быть правдой, мне кажется, что дело здесь не совсем в сближении, как таковом, таковом, мне кажется, что дело здесь больше не про сближение, а, про такой момент, скорее, как вы взаимодействуете с человеком, то есть, насколько вы внимательны к себе, насколько вы внимательны к своим реакциям, да, на молодого человека в самых разных моментах, в самых разных каких-то ситуациях, в самых разных каких-то историях, в самых разных каких-то проявлениях и так далее, если вы внимательны к себе, если вы выражаете, ну, как бы, себя, то, как правило, подобных вещей не происходит, людям либо хорошо вместе, либо нет, людям либо комфортно, либо они, там, скорее, ну, расстаются, отдаляются и так далее, вот. В вашем же случае вас эта история пугает, что говорит о том, что вот, что, несмотря на то, что вам, у вас появилось к нему отношение, несмотря на то, что у вас включился нейтралитет к нему, вас пугает перспектива, вот, это сама перспектива того, что вы, ну, что вы можете, там, условно говоря, с ним расстаться. И это, на мой взгляд, достаточно важный момент, попытаюсь вам сейчас объяснить, почему. Тут получается, что страшно вам из-за перспективы нереализации и вашего мотива быть в отношениях. То есть, это вопрос значимости для вас отношений. Значимость здесь, таким образом, не связана, может быть, непосредственно с самим человеком, с вашим желанием что-то для него делать. А хотите вы, там, например, еще и что-то для себя. Вот. И, как бы, эта позиция, она, я сейчас не буду говорить про ее адекватность, я не буду говорить про то, насколько она правильная, не буду говорить о том, что, ну, что многие люди выстраивают отношения свои, вот, там, условно говоря, таким образом, что исходят из, ну, из прагматики в какой-то степени, да. Вот. Я не буду об этом говорить, потому что это, это полное право людей исходить из прагматики. Просто как ни парадоксально, исходя из прагматики, или когда есть вот какой-то еще мотив, быть в отношениях, помимо самого человека, помимо желания для него что-то делать, помимо желания для него что-то выражать, человек становится менее свободным. И за, как бы, потерю своей свободы, вот, человек платит определенную цену. Вот вы, например, чувствуете, что, как бы, ну, что вам, вы чувствуете отвращение к своему молодому человеку. И это отвращение к своему молодому человеку связано с тем, что вы действительно, да, ну, очевидно, близко сильно его пропустили. Это не значит, что вы сблизились с ним сильно, как сказал мой коллега, здесь я с ним не соглашусь. А это значит, что вы так взаимодействовали друг с другом со своими личными границами, как вам было не совсем хорошо. Ради чего? Ради вот этой самой цели, которую вы боитесь потерять, которая сейчас становится более туманной, да, и это вызывает у вас страх. Это вскрывает вашу определенную зависимость от молодого человека, чем может быть связано и отрочение тоже. Вот. То есть, ну, давайте вот на примере или в парадигме физиологии немножко поговорим. Когда у человека возникает отращение, там, тошнота и так далее, когда он взаимодействует с чем-то, что ему неприятно, что неприятно человеку, как правило, неприятно то, что опасно. Так устроена природа. Соответственно, в отношениях то же самое. Если нам что-то в человеке отрадительно, значит, мы воспринимаем это как опасность. И опасность это, в отличие от физиологической стороны, может психологическую историю. Например, опасность того, что вы потеряете свою свободу еще больше. Да? Например, опасность того, что вам что-то угрожает. Угрожает вашей самостоятельности, целостности и так далее. Может быть. Да? Вот. Или угрожает некой вашей черте личности. некой вашей части характера. Или угрожает неким вашим интересам. И так далее. Вот. Но вы этого не смешаете, потому что у вас есть та самая цель, которая является элементом мотивации находиться в отношениях с молодым человеком. Вот. И, соответственно, ради этой цели вы, в общем-то, пренебрегаете более такими тонкими-тонкими вещами. Вот. Скорее всего, предполагаю, что если эти тонкие вещи вы будете проявлять и выражать, то цель достигнуть у вас не получится. И правда в том, что это правда, что цели вы действительно именно с этим молодым человеком можете не достичь, но если вы будете хорошо знать себя, если вы будете хорошо себя чувствовать, если вы научитесь замечать какие-то вещи, вот, то вы сможете выстроить куда более гармоничные отношения. Да, может быть, не обязательно со своим молодым человеком, потому что молодой человек скорее всего вас, ну, как бы, заказывал, что называется, другой, да, то есть если вы, там, начнете меняться, скажем так, вот, что совершенно не факт, что молодой человек вас, как бы, ну, примет. И это нормально, он, в общем и целом, не должен вас принимать, вот. То есть это, просто, это, процесс, в котором вам нужна поддержка, потому что самостоятельно вам будет довольно сложно. И на этапе, когда молодой человек столкнется с вашими изменениями, да, важно относиться к нему бережно, важно понимать, что вы развиваетесь, он, нет, вы меняетесь немножко по-особому, он, нет, на это нужно делать скидку и несколько более эмпатично, да, в известных, в известных, конечно, пределах, несколько более эмпатично к нему относиться. Вот. Это тоже, в принципе, не всегда легко, вот, потому что часто бывает так, что люди, когда вот они замечают какие-то, начинают меняться, они думают, что все, их близкие теперь тоже, ну, должны их вот такими новыми принимать, и всякое такое. Вот, когда человек узнает, там, что-то на психотерапии, он начинает это транслировать, как бы, ну, свою семью, вот, и свои отношения. А, как бы, правда в том, что окружающим людям это не надо. окружающих людей и ваших близких, в том числе, в принципе, все устраивает. Им, они не хотят жить по-другому. И частые отношения ухудшаются именно для того, что человек свои изменения, вот, ну, в какой-то степени, да, как бы, ну, транслирует, как бы, ну, навязывает, по большому счету, получается, как бы. А, и это не есть хорошо. Конечно, конечно же. Вот, поэтому я думаю, что вам крайне желательно на эти вещи, вещи обратить свое внимание. Я думаю, что вам крайне желательно и крайне важно увидеть вот эти моменты, вот, и разобраться с тем, каким образом и что вы будете дальше с этим делать. Вот. Расставание не панацея, да, но, как бы, и, вот, игнорировать себя, насиловать себя, и так далее, в общем, в общем, в целом, тоже, как мне кажется, не вариант. Вот, поэтому смотрите сами, да, решайте сами, вот, как вот и песни, да, думайте, сами, решайте сами, вот, смотрите сами, решайте сами, вот, психолог может вам оказаться поддержку всяческую, да, если вы выберете, как бы, ну, если вы выберете, вот, работу над собой. Вот, на этом все, желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой.